Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надёжный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Мы заселились в отель, помылись, даже полчасика поспали. И сейчас приняли решение весь день просто побродить по городу, по достопримечательностям. Что-нибудь поснимаем. Говорят, что в принципе из Стокгольма и Осла дорогие города. Пока нам удалось взять замечательный отель, просто с невероятной скидкой. Опять же на букинге мы его взяли. На Хотелс? На Хотелс, да, он там был дешевле. Это один из двух блошиных рынков Стокгольма. Говорят, очень интересно, но можно найти много чего интересного. Давайте посмотрим, что вообще здесь есть. Смотрите, старая посуда, подсвечники, старые книги рометятные, какие-то штуки, дрюки. Очки можно взять. Для дизайнов кому-то нужны, допустим, смотри, вот такие сани. Видишь? Или, допустим, смотри, вот такой, типа, как какой-то, видишь, звоночек или кастрюлька металлическая. Или такая, типа, бутылочка, видишь, в дизайн куда-то. То есть, ну, каждый выбирает для себя что-то. В общем, блошиный рынок оказался реально блошиным. Не могу сказать, что прям куча каких-то интересных артефактов. Много всего такого проходного. И я думаю, что не стоит вам такого большого внимания. По крайней мере, ну, мы там ничего интересного не нашли. Корица? Нет, это не корица, это кориандр. Вот такой, верно. А это? Сенва. Вот, скорее всего. Давайте. В Стокгольме вообще, в Швеции, очень развиты именно, ценятся вот эти вот булочки, которые считаются фирменными шведскими. Вот, поэтому мы решили взять эти булочки и говорят, что само кофе, которое здесь сделают, оно тоже такое очень вкусное, шведское, которое стоит от того, кто вот берет шведское кофе, берем шведские булочки и сейчас будем пробовать. И посмотрите, что в эти оценнички интересные. Просто все сделано. И даже, смотрите, подпорка под дверь. Это личная штука. И вот так. Друзья, это действительно очень вкусно. Поэтому, если вы перейдете в Швецию, в Стокгольм, обязательно возьмите вот такие штучки. Это просто бомберно. Смотрите, какой полицейский. У него и огнетушитель, и оружие, и все. И все это на секвей. Вот так вот. Примерно вот так вот выглядят старые улочки Стокгольма. Прогуливаемся. Ну, все очень так колоритненько. Огромное количество туристов. Очень похоже на старинную Европу. Практически вся старинная Европа такая. Еще раз резюмирую. Обычная европейская столица. Архитектура примерно одинаковая. Туристов огромное количество. Все заточено под туристов. Красивый город, в который обязательно стоит заехать. Мы сейчас пойдем где-нибудь пообедаем наконец-то. По-нормальному. Мы все время хотим. Мы всегда хотим. Да, вот. И, наверное, будем смотреть какие-то интересные места, именно природные, в которые мы поедем после как раз-таки Стокгольма. Мы хотим заехать в какие-нибудь нацпарки или интересные места как раз в Швеции. В общем, мы все-таки нашли кафе, выбрали итальянское. Взяли себе попасти, какие-то напиточки. У нас, кстати, есть привычка заказывать сразу по-моему. Но сейчас мы увидели, что у всех какие-то итальянские порции, поэтому заказали только одной тарелки. Смотрите, просто. Если вы обратите внимание, вот на женщин такой черный, как корсет. Практически вот у большинства людей такие шлемы, то есть при падении он срабатывает и быстро надувается над головой защитный, такой типа как сфера защитная. Еще на самом деле вот тут все очень сделано для инвалидов, для колясочников, такая как бы, как у нас это пытаются назвать, доступная среда. Вот, и получается, что видите, здесь, там есть лестница, а здесь, смотрите, пандус удобный. Не просто дебильный пандус рядом с лестницей, а абсолютно удобный подъемчик. Даже вот такие вот дедушки не спеша с бабушками идут. Я уверен, они идут там не быстро, но тоже идут и дойдут куда надо. Все очень удобно. А где-то вот на этих крышах, возможно, и живет сам Карлсон, потому что именно здесь, в Стокгольме, он и приходил к малышу. Ну и нужно не забывать, что здесь, как и во всей Европе, очень развита тема с пикниками прямо на зеленой травке. Поэтому сейчас мы зашли в этот парк, разместимся тоже на травке, недалеко у какого-нибудь водоема типа фонтанчика, и посидим. Вот так вот все отдыхают, смотрите, какая хвост. Дождь, ты тоже хочешь? Уровень цивилизованности страны определяется тем, насколько она социально адаптирована под население. И вот когда на месте рекламы есть компрессор для подкачки колес, велосипеда или коляски, это, конечно, просто, мне кажется, высший уровень. Вот за это я не просто люблю, я обожаю Европу. И в этом плане, конечно, нам есть куда стремиться. Вечер, 10 часов вечера. У меня сейчас вечерняя тренировка. Вот, все хорошо. Малявочка спит маленькая. Влада готовит по маршруту. Сейчас мы немножко подработаем Норвегию и эту часть Швеции, чтобы было больше интересного. Вот, я до сих пор не могу привыкнуть в таком виде выходить. Одно дело, когда ты вышел из дома и бежишь, одно дело, когда я сейчас пойду через весь отель. Друзья, пошел, ты поднялась. Очень хочется нам побольше объединяться уже с природой, поэтому в дальнейшем, скорее всего, будем останавливаться уже либо в кемпингах, либо в палатках. Да, Зайка? Да, конечно, такой гламурный, или не даже гламурный, а комфортный отдых в Европе. Он просто крутой, но теперь нам хочется понять, насколько подходит именно отдых в кемпингах, отдых в парках, отдых просто в палатках, именно с детьми, именно с маленьким ребеночком. А еще здесь, смотрите, какие двери прикольные. Ну, в трое. Да ладно, ты скажи просто, что парка, да, твои. А еще, смотрите, у нас здесь душ для грязных мальчиков и душ для грязных девочек. Так что, если вы грязная девочка и грязный мальчик, вы знаете, куда вы бежать. Вот здесь вообще движуха уже такая. Позавтракали, уже даже успели пообедать и выезжаем, наконец-то, из этого замечательного отеля. Ссылочку на отель оставлю в описании. Цена, качество вообще на высоте находится в самом центре города. Единственное, что нет паркинга. Это нужно иметь в виду. Сейчас мы едем в сторону Осло, остановимся где-нибудь по пути. Возможно, в Швеции, возможно, в Норвегии, в каком-нибудь красивом месте, в кемпинге, и эту ночь будем проводить в палатке. Начинается настоящий путь. То, что мы так очень сильно любим. Чу-ка-чу-ка-чу-ка. А вот она, Европа, веселая Европа. Это идет какой-то митинг. Я не знаю, за счет чего он, куча народу, но они все веселятся, оккупировали вот эту машину для мусора. В ней тусят, как музыка, обливаются водой. В общем, вот примерно... Может быть, это... Кстати, это может быть выпускной. Потому что вот это стокгольмская школа. Вот это выпускной. Самолет полетел еще. А мы-то со своим менталитетом сначала подумали, что это что? Что это митинг какой-то? Они протестуют против чего-то. Оказывается, нет, дети просто отмечают так выпускной. Вот что значит менталитеты разные и мировоззрение. Вот жилые районы, смотрите, очень похожи на наши пятиэтажчики. Вот вам, казалось бы, да, Европа. На самом деле, я понимаю, почему все едят в Макдональдсе. Потому что, честно, по сравнению с остальными ценами, это очень дешево получается. Вот Богдан взял себе всякие бигмаги, картошки. Мне такое, к сожалению, нельзя, поэтому я взяла себе кофе и печеньку. Смотрите, как они отмечают то, что это латте. Они просто боят ручкой, они не знают, что можно продавить вот эту кнопочку. Делают просто лишнюю работу. Зато здесь очень вкусно. Кстати, в каждой стране абсолютно разный Макдональдс. Так же, как разные чипсы, лейс, разные шоколадки, милка и так далее. То есть, каждый производитель делает под определенную страну какие-то свои вкусы. Адаптированно. Огромные солнечные батареи. Ну, не поля, но их очень много. Вот они собирают солнечную энергию и дальше ее генетируют уже в обычную электрическую энергию. И вот возобновляемые источники энергии. В Европе это норма. В Европе это норма. Эти пиздеки, он, видишь, стоят, смотрят за нами. Видишь, на волью. А вон, видишь, на волью. Видишь, он справа. Он не знаю, где ездит. Сначала первый раз проехали, сейчас опять поедут. Оп, поворотку включил. Что? Они смотрят, а он за нами, да. Да, так, где-то. Вон он, 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 видите, едет, едет. Смотрите, вон туда, оп. И сейчас встанет где-то там и будет стоять. Короче, они стояли напротив и следят за нами. Смотрите, видите? Сейчас помашу им рукой, интересно. Посмотри, поснимай, как они отреагируют. Что за фигня? Почему они следят за нами? В общем, как оказалось, это чуваки военные, я так и думал. Вот, это была военная территория. Они спросили, что мы искали на этой территории. Я сказал, что мы искали кемпинг. Вот. Сидят три чувака. Такие. Киратом один, скала вообще такой. Да, вот. Ну, в общем, я подъехал к ним, сказал, здорово, чуваки. К сожалению, не засняли. Вот. Не засняли по той причине, что что-то это. Я сразу подъехал. Решил так эмоционально решить этот вопрос. Да, нас даже сейчас установили копы. Сейчас будем с нами разговаривать. Нет, нет, нет. Не часто у нас р readyем тут от Autos. Нет? Не, я думаю, это первая в 9 лет. С smiling. В общем, как оказалось, эти ребята, которые следили за нами они действительно были военные, они вызвали полицию для того, чтобы полиция проверила наши документы действительно ли мы являемся туристами, а не какими-нибудь шпионами Нас пробили по базе, да, все нормально, увидели, что мы ехали на территорию Евросоюза У меня же еще написано, что я из Эстонии, да, в этом сыгрании? Прикольно Да, мы им сказали, куда мы едем, в общем, дальше уже шел такой абсолютно милый разговор я в какой-то момент выключил камеру, но чтобы все-таки там, скажем, не обострять потому что мы уже просто мило беседовали, уже было все понятно, что они, как всегда, просто деликатно выполняют свою работу После этого, конечно, я сделал с ними фото с девчонками, с милами пока моя жена в этот момент злостно нажимала на кнопочку фотоаппарата Ну, конечно, шучу Вот, это фото вы можете увидеть прямо сейчас Вот, а сейчас мы двигаемся дальше Нам осталось 6 километров до, наконец-то, надеюсь, кемпинга Они опять базы с военными и с ракетами Вот, и сегодня мы планируем заночевать здесь, на берегу какого-то озерца И завтра уже отсюда поедем И это наша будет первая ночь на природе И я думаю, что это будет очень круто Особенность, видите, навигатора Maps.me Он оффлайновый И он показывает в режиме реального времени, где находятся камеры Только что мы проезжали, и как раз камеры стояли там, где он об этом сказал Сейчас тоже говорит нам, что всем скоро будет камера Ну и дальше, напоминаю, что в крузаке есть система считыватель знаков То есть ты не паришься Ты увидел, что, собственно, 80 километров Держишь эти 80 километров Здесь тебе говорит, что скоро будет камера Ты подъезжаешь, и бинго! Вот он, вот он этот скворечник милый Который фиксирует и присылает тебе письма счастья Так что технологии на благо водителей, путешественников и всех людей И тетичка, которая обгоняет Но я как бы не форсирую, еду спокойно Общаюсь со своими любимыми подписчиками И посмотрите, в какую красоту мы, собственно, выезжаем Вот где-то здесь, представляете? Мы сегодня будем ночевать Это гольф-поля Это как раз то, о чем нам говорили Что здесь мы подъедем к месту, где играют в гольф И, собственно, здесь недалеко будет кемпинг Очень красиво Я, кстати, ни разу в жизни не играл в гольф Напишите в комментариях, играли ли вы в гольф И вообще, крутая ли эта игра, стоит ли попробовать? Так, вот так называется кемпинг Стюгурбат Галф Влада просто всегда шизеет с моего английского Блин, ну красиво, ребята, реально тут очень красиво Вот это у них архитектура Домики Вот это сразу видно, что кемпинговые домики небольшие Вот, мы, кстати, узнаем сейчас, сколько такой домик кемпинг стоит Возможно, мы вообще в таком домике кемпинге забуримся Смотрите, какое огромное количество всяких караванеров Вот тут ресепшн Для мини-гольф, смотрите, зоны под мини-гольф играет Тоже очень круто Вот, сейчас подойдем, узнаем Ай, красивое место, смотрите Завтра, я думаю, что здесь можно будет попробовать поплавать на сабе Посмотреть, какая вода Можно даже вообще поплавать В открытой воде Тоже закрыто Смотрите, птички Никого нету, никого нету, никого нету Ну, мы бы не были бы русскими, если бы не попробовали Что сделать? Правильно Если бы не попробовали сделать следующее Не работает Не работает Но русские никогда не сдаются Поэтому что мы делаем? Мы сейчас Я же думала, с какой стороны Нет, нет, мы не объезжаем Мы сейчас поставим машину Вот здесь Дай мне секунду, я дойду На парковке Сейчас я вот Ну, давай выходи Вот мы сейчас поставим машину здесь на парковке А сами разобьем палатку за забором Вот и все Самый простой вариант Люди сюда просто приезжают Как на дачу Вот так полностью Расселяются Сделают все такие Что их изменить Комфортно живут Вот Сейчас идем Пытаемся найти администратора И заселиться Я скучал Я хотел Я не смог Я ушел Ребята, еще раз смотрите Помимо того, что люди приезжают С вот такими домами Да, кемпами У них еще есть С собой Вот такие верандочки Которые просто рядом пристраиваются Причем Здесь сразу В кемплагерях Уже подготовлены И вот такие пандусы На которых все дело размещается И получается Очень даже круто И к вопросу О экипировке Не только мы В Ред Фоксе Как обычно Но и наша дочь Смотрите Детский спальник Ред Фокса Здесь детский комбез Такой вот Красивенький В виде лисеночка Блин Завтра вам обязательно покажем В нем вот наш лисенок И все кайфует Ей тепло Ей комфортно И самое главное Нам, как родителям Очень спокойно За нашего ребенка Да, потому что наш ребенок в тепле Ребята Это очень круто Кстати Очень мало людей знает Про то, что в Ред Фоксе Детская коллекция Вот, пожалуйста Вот она есть И это причем Для самых маленьких А если детишек постарше Так что Экипируйте своих детей правильно Если вы отправляете А где будет ссылочка На как раз детскую коллекцию Ссылочка будет На детскую коллекцию Внизу Под видео Да А что еще нужно сделать Тем, кто сейчас нас смотрит Поставьте лайк И? Подпишите комментарии И подписывайтесь на наш канал Это самый тормознутый Был запрос Для наших подписчиков Но друзья Еще раз повторюсь Это был мой первый запрос Да, молодец Она молодец Ставьте лайки Комментируйте И пишите Почему вы смотрите наш канал Что вам нравится Что бы вы еще хотели увидеть На нашем канале Вот И не забывайте рассказывать О этих видео своим друзьям Может поделиться В соцсетях Или еще где-то Мы сейчас Устраиваемся здесь В лагере Нужно разбирать палатку А то уже будет сильно темно И покажем вам наш быт Как будет выглядеть наша палатка Здесь первая ночевка С нашей уже такой вот большой семьей Впервые Впервые За все время мы выехали В общем мы разбили свой лагерь Так никого сегодня не дождались По итогу Прямо вот так вот поставили палаточку Это обычный паркинг Который перед въездом Вот сюда на кемпинг Поэтому здесь мы на паркинге Поставили машину Перешли через забор И вот здесь разбили в свою палатку Собственно там начинается гольф-поле А здесь уже начинается кемпинг Вот поэтому мы Вроде как на территории кемпинга Но в тот же самый момент Дня на кемпинге Вот завтра конечно администрация придет Мы им объясним ситуацию Я не знаю возьмут А администрация не возьмут Вот это уже второй вопрос Но сегодня вот мы будем спать здесь Влада уже тоже размещается Сейчас покажу как у нас там внутри Сюда мы затащили коляску Здесь компьютер, личные вещи Там у нас осталась большая сумка Но она водонепроницаемая составом Вот здесь доча Тут Влада Здесь сплю я Друзья, всем доброе утро Сегодня была наша первая ночевка в палатках Спали мы где-то в Швеции В каком-то непонятном месте Всем доброе утро Доча уже проснулась Поэтому я так громко говорю Жена тоже уже проснулась Конечно Что могу сказать Всю ночь Просто был какой-то дичайший ветер Было очень холодно Вчера мы все оделись в утепленную одежду Достали пуховые спальники Но самое главное У меня есть один очень крутой лайфхак Который я хочу поделиться этим лайфхаком с вами Вот смотрите У меня здесь есть вот такие замечательные плиты Плиты для утепления домов Выкладываешь ровное дно в палатке Это гораздо лучше чем обычные коврики Очень крутая термоизоляция То есть холод от земли не передается вам Очень хорошая гидроизоляция Если есть даже вода какая-то внизу Или сырая земля Соответственно отсыревает палатка Ты все равно остаешься полностью сухой И когда мы поехали с маленьким ребенком С полугодовалым То абсолютно спокойно и комфортно Размещаемся в палатках Почему бы не использовать эти решения Решения для утепления домов Для утепления своего временного дома Палатка на время вашего путешествия Это временный дом Поэтому утепляйте ее правильно, друзья Вот Встаем У нас начинается новый день Погнали Вот так выглядят, собственно Эти плиты Разложены по дну палатки Что еще очень удобно У них есть вот такой паз И здесь, собственно, он тоже Соответственно Здесь у нас идет паз И там поперек еще одна плита Тоже паз Вот Удобно очень И, что самое главное Плита очень легкая И практически невесома Вот так выглядит эта плита Достану ее сюда Вот такая вот у нас Небольшой толщины Очень удобная Кинул машину И легкая невесомая Шведские детишки Вообще нисколько не уступают Вот в мороженности нам Здесь, в Швеции То, что они настолько патриоты Что даже знаки поворота Красят в цвет своего флага Наша цель Это Норвегия Норвегия С твердами С горами С подъемами Со скалами Субтитры сделал DimaTorzok